приветствую тебя и сегодня у меня на канале и в этом обзоре как я так и не ожидал что такое вообще может быть и когда мы были в армении можете посмотреть один день бог армения был у меня на моем канале мы там нарвались на вот такой табак я его собственно оттуда привез дабы вообще людям показать что в армении делают кальянный табак и сейчас наверное начну по очереди это у нас табак под названием тут что вроде с армянского переводится как табак как бы дальше сказать это в голову не вылетает короче никогда не ожидал что в армении я смогу найти кальянный табак то есть табак для кальяна я его все-таки нашел и как ни странно он оказался довольно таки очень хороший а другими словами скажу сейчас вкратце забегу намного вперед это тут он делается в армении почти одно и то же что и щербет ли по качеству по курению по тому как он выглядит это щербетка и щербет ли извиняюсь это арджелине это айорданский арджелине так вот он у меня сейчас здесь греется пускай немного нагреется я начну про него рассказывать гуляли мы получается с дашей по армении по еревану зашли купить сигарет в табачную лавку и увидели там тут он мы его купили и он очень долго лежал у меня дома соответственно мы его не курили и совсем недавно нам хотелось что покурить и я говорю давай покурим то что мы привезли соответственно мы это привезли мы это покурили и это реально оказалось очень интересно а в принципе не удивительно а так какими темпами а скуривает армения сигареты табак там для кальяна по-любому должны были уже давно начать делать так вот и теперь давайте потихонечку по ступенечкам разберем что это такое а у меня есть три вкуса которые вы привозили это passion scorpion это испанский лайм и это свежие ягоды так вот что у нас есть внутри у нас есть вот такая вот брошюрка я сейчас зачитаю здесь большая часть написано на армянском состав табак virginia да здесь белая то есть светлая virginia глицерин натуральный ароматизатор никотин 005 смола 0 только для взрослых хранить вдали от детей сделано в республике армении вот так вот что нас ждет внутри вот такая вот баночка как ни странно они не жалеют на нормальную упаковку денег не то что у нас пытается все запихать в этот ебаный zip тетра пакет внутри нас ждет вот такой вот сверточек а я специально одну пачечку не открывал здесь все на такой тоненькой бумажки то есть если ты ее открыл то то она порвалась все как бы табак уже открытый а он запечатанный первом пакете плотно не текет и второй пакет внутри тоже плотно запечатанный сейчас я открою уже открытую пачку это я оставлю так вот что нас ждет внутри так я не буду открывать это слишком плохо открыто вот это нормально разрезано внутри нас ждет вот такое белое сырье мелко нарезанное знаете как когда-то арджелине когда он только стал популярным а там была идеальная нарезка не было мусора ароматика просто огонь так вот в этом тюй-тюй не ароматика просто огонь он очень мягкий нежный и пиздец как дымный поэтому мы сейчас его взорвем и я продолжу дальше вещать про этот табачок а также не удивляйтесь что вы смотрите уже восьмой обзор по счету я все время в одной и той же кепке в одной и той же одежде потому что я за раз бывает записываю по 15 обзоров а просто за один день у меня выходной и я все 15 записываю а потом со временем потихонечку их выкладываю и за это время у меня успевает накопиться еще целая куча продуктов да я потом опять за один день все это собственно снимаю давайте мы взорвем и посмотрим что у нас здесь пускай немного по среде что до конца не прогрелся так вот по крепкости крепкость легкая средняя то есть нормальная обычная крепкость а ниже намного среднего не сильно давит по горлу в принципе химота не чувствуется насыщенность вкуса такая знаете не сильно приторно мощная но и не слишком глухая такая темная вот именно такая вот серединочка и очень интересно раскрываются все вкусы сожалению я не знаю насколько обширная арома линейка этого вкуса потому что мы зацепили всего три вкуса которые по моему мнению там были более-менее адекватный также с ним очень легко работать но он очень жаростойкий сгорает он довольно таки очень быстро в плане перегревается но во время курения как как обычно стабильно 40 минут он у вас хорошо прокурится в чашечке на 15-12 грамм вообще армения по факту она расположена к производству именно табака потому что у них растет по факту практически все что нужно для хорошего кальянного табака также у них очень крутые вкусные сигареты особенно максигару не такие люксовые длинные сигары очень крутые у нас уже раскурился а из-за того что у меня стоят софты и белый фон дыма много не видно не горит приятный покурению и собственно что про него еще можно сказать вряд ли вы его наверное встретите в россии поэтому если встретите то обязательно купить или будете в армении вереване то поищите этот табак он думаю того стоит и он не очень дорогой и как хорошая замена я бы сказал бы табаку раджелине поэтому это такой маленький коротенький выпуск очень быстрый это давадым это армянский табак тутун так что на связи ставь лайки ара про твой табак говорю а а а а а а а Субтитры подогнал «Симон»